Добрый день, дорогие ребята! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Вообще, я планировал записать разбор на мейн-эвент представящего турнира, да и в целом на весь карт завтра, но у меня выдалось свободное время уже сегодня, поэтому, как говорится, зачем откладывать. Естественно, я сейчас запишу разбор своего карта для клиентов, вот, еще пока это не делал. И, в общем-то, для пацанов, для подписчиков, для всех у меня будет разобран здесь, в этом подкасте, в бесплатке, мейн-эвент предстоящего турнира. Поединок полутяжелой весовой категории, пройдет он, естественно, в формате 5-5-5-5-5, стандартный мейн-эвент. И, с одной стороны, у нас бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории, который в конце прошлого года проиграл этот поезд Глоберу Тишейр. Вот, и они должны были сракить, чем подраться ранее, но там была травма шеи, и в итоге бой был перенесен. Он, соответственно, да, на май месяц, с марта. В соперниках у Блаховича будет Александр Ракич. Александр Ракич идет на серии с двух побед подряд. В принципе, для него этот поединок может быть таким, условно, претендентским, но в плане, как бы, если он выиграет, особенно если выиграет ярко, то, в общем-то, может вполне себе бить грудь пяткой и просить тайтл-шот. Вот, конечно, многих может смутить его поражение Толкана из Демира в 2019 году раздельным решением, но многие с тем решением не согласны. Они считают, что Ракич тот бой не проиграл. Вот, и, в общем-то, можно даже посмотреть на MMA Decision, что по этому поводу считают. То есть ряд всяких журналистов, экспертов посчитал там победу Ракича. Судьи были немного другого мнения, но вообще стоит отметить, что турнир проходил в Пусане, в Южной Корее, и набор судей здесь был очень-очень сильно странный. Но, тем не менее, знаете, отчасти здесь не то, что виноват сам Ракич, а его стиль виноват. То есть он, если вы посмотрите, последний раз засрочно побеждал Джимми Мануву в 2019 году, на первой минуте вырубил, а после этого закатил три решения. Вот, то есть он, в принципе, всегда работает на очки, и даже если, например, как это было в поединке с Джастом Лидеттом в 2018 году, против него выходит инвалид, который просто умирает, и даже когда он ему отбил просто в салат ноги, все равно он не дорабатывает, все равно не дорабатывает. И, опять же, говорю еще раз, он вырубает только прям совсем лютых пробитозов, типа Дэвина Кларк и Джимми Манува. Меня ровно в этом во всем поединке, в общем-то, смущает только один момент. То есть те, кто следят за моей деятельностью, те, кто следят за тем, что я вообще даю на бойцов, какие ставки и прогнозы, они прекрасно понимают, что Александр Ракич для меня это равно ТБ. И я, как бы, засомневаюсь, ставить ли на ТБ только в одном случае, если против него будет выходить лютый пробитоз, жесткий, типа Джимми Манува и Дэвина Кларка. И в данном случае вопрос, а является ли Ян Блахович жестким пробитозом, который выйдет просто, чтобы она умрет? Нет. Соответственно вопрос, забираем ли мы ТБ? Да. Сейчас, на данный момент, я всегда разбираю бои на примере линии трех БК. Это марафон Бет-Сити и Фонбет, поэтому давайте посмотрим, что сейчас дают. На марафоне ТБ полтора, а это то, что бой пройдет два раунда, дает 1.46. На Бет-Сити ТБ 3.5, это три полных раунда и половина четвертого, дают 1.85. То есть здесь вот у них граница такая, да, своеобразная. И на Фонбете сейчас, на данный момент, на ТБ 3.5, это ставка на то, что раунд 4 начнется, да, дают 1.75. И если мы будем выбирать из этих вариантов трех, то максимально выгодно сейчас, конечно же, смотрится Бет-Сити. По одной простой причине. Если бы, например, 1.75 давали на то, что бой закончится, именно, как бы бой именно, будет ставка защитная, когда именно закончится третий раунд, я бы еще сказал, что 1.75, это нормально. Но здесь все равно вот именно по Фонбету, по расчету, нюанс в том, что должен четвертый начаться. И вот разница между четвертым начнется и еще половина раунда пройдет не так велика. А по факту, если, например, в перерыве остановят бой, засечки или чего-то еще, вы проебете. То есть, поэтому здесь не тот случай, опять-таки. Я вообще считаю, что Невату закатают и доведут бой до решения. И далее, когда я начал анализировать этот поединок, я охуел немного, по-русски, если говоря, с того, что в данном противостоянии андердогом идет Ян Блахович. То есть, я не фанат Блаховича, честно вам скажу. Как бы вот эта легендарная польская мощь, вот это вот все, это все в хую дыра. Но я считаю, что это хороший боец, который в свое время, как бы, да, из одностороннего ударника, достаточно такого, да, однобокого, превратился в хорошо скомбинированного бойца, который миксует стойку с борьбой с джиу-джитсу. То есть, явно на этом аспекте он, в общем-то, да, поднабрал. И это было явно видно даже по сравнению с его поединками с Джимми Мановой. То есть, первый бой с Джимми Мановой в 15-м году он проиграл решением, просто был перебит стойки. В реванше же спокойно забрал этот бой именно за счет борьбы. То есть, переводил, контролировал и так далее. Вот. Опять-таки, с учетом лоскильности дивизиона, с учетом большого количества пробитовцев и прочего, смог добыть серию из аж пяти побед подряд после поражения Тяга Сантоса, где смотрелся, в принципе, неплохо до нокаута. И вот проиграл Гловер Тишери. Я в том поединке давал Гловеру Тишеру, для тех, кто забыл. Вот. И я считаю, что Гловер Тишера, хоть и старый и прочее, но вот как раз-таки дождался того момента, когда смог быть в нормальных кондициях для уровня этого дивизиона и дойти, соответственно, до пояса. Вот. Звезды на небе так сошлись. Сошлись ли звезды на небе для Александра Ракича в этом бою? Очень сильно сомневаюсь. То есть, здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, Александр Ракич, он в атакат и умеет распределять грамотно свои силы на три раунда. Бился ли он вообще в своей карьере пять раундов? Ну, давайте посмотрим. Тяга Сантос, три по пять. Энтони Смит, три по пять. Валкана Сдимир, три по пять. Джим Мануа, три по пять. Ну, и, в общем-то, все в таком вот духе. Причем у него иногда были достаточно такие заплеты интересные, как поединки с тем же самым Дэвином Кларком, где, если мне память не изменяет, был нокдаун. И вот у нас ситуация такая, что боец, который не умеет побеждать досрочно нормальных оппонентов, привык закатывать вату до талого, получает в оппоненты противника самого опасного в своей карьере, в принципе, по уровню навыков и прочего, и он идет фаворитом. То есть пять раундов ты не дрался, получаешь самого опасного оппонента в своей карьере, и ты идешь, блядь, фаворитом. Очень интересная для меня ситуация. Единственное, что во всем этом замесе меня смущает, так это, конечно же, возраст Яна Блаховича. Все-таки 39 лет, и вот этот заплет против Гловера Тишейра, где он проиграл досрочно. Причем там же не просто был перевод и удушка. Тишейра его потряс в стойке, но стойку и Тишейра, его бокс, недооценивать нельзя. Самый высокого уровня ударник и так далее, который, в принципе, опять же, говорю, в стойке там пиздов наваливал много кому. В принципе, всю его карьеру. Так что я не уверен, что Александр Ракич даже сможет защищаться от тэкдаунов Яна Блаховича. А если они окажутся внизу, а Ян Блахович окажется сверху, что в партере будет делать Александр Ракич? И еще раз повторяю, он очень часто проводит очень близкие раунды, которые могут по-разному считаться судьями. Если вы обратите внимание на судейские записки, его поединки против Тиаго Сантоса, первый раунд он забрал не единогласно на карточках всех судей. Второй тоже. А вот третий раунд, именно третий раунд, двое судей из трех отдали Тиаго Сантосу. То есть, нахуя вообще, в принципе, ставить на фаворита, который в атакат, доводит бои до решения, ни разу не дрался пять раундов и получает, еще раз повторяю, самого опасного бойца в своей карьере. Потому что те ребята, с которыми даже он дрался в рамках UFC, ну, простите меня, Францемар Бороса, по-моему, после этого был уволен нахуй, Джастин Лидет на тот бой выходил просто инвалидом, вообще уже абсолютно ничего не представляющий себя боец, который там после дебюта провалил допинг-контроль, смог вот сплитом победить Азьян Ву, и после этого, после того, как проебал Ракичу, то есть это был момент как раз-таки, да, проебал после Ракича, у него три поражения подряд, два из них досрочных. Причем от Джакоби Уокера отлетел. То есть это, в принципе, не боец. Дэйвин Кларк максимально пробитый, Джимми Мануа на тот момент максимально пробитый, и три бойца, которые что-то из себя представляли, Волкану из Демиру проиграл сплитом, да, может быть, был щит и так далее, но ты сам ведешь так бой, что можешь вызвать сомнение у судей. Энтони Смит ничего из себя не представляющий в полджиловесовой категории, по моему мнению, да, и опять же смог забраться высоко, чисто из-за того, что, в принципе, полусредний дивизион, это самый дерьмовый дивизион за последние хрен знает сколько лет в UFC, который также побеждает, просто всякое говно, супер пробитое, как бы опять смог себе набрать винстрик. Ну, как-то так, как-то так. Поэтому, ну, и Тиаго Сантос, который инвалид и просто ходит пешком по клетке, это тоже такая себе история. Короче, я к чему говорю? Скорее всего, я, опять же, конечно же, подстаю процедуру официального завешивания, и, скорее всего, я буду придерживаться следующего плана. Ян Блахович, встатусе Андердога, мне интересен. Если на Вешалке ничего сверхъестественного не произойдет, там ни то обосорного не будет, я с большой долей вероятности заберу его, и я буду забирать ТБ. Но я не буду забирать ТБ 3,5 по фунбету, я не буду забирать ТБ 3,5 по бетсити, я буду забирать полный бой. И я, то есть, получается, ситуация простая. Я буду забирать две ставки с коэффициентами выше двушки, может быть, даже не полный бой, может быть, ТБ 4,5 там и так далее, ну, чтобы не рисковать, да. Главное, чтобы кэп был выше двушки. И у меня будет две ставки, победа Яна Блаховича и ТБ выше двушки, под равные суммы. И здесь как раз-таки будет высоковерятность того, что залетят обе ставки. Потому что победа Яна Блаховича решением смотрится очень хорошо. А даже если здесь и будет какая-то досрочка, то, опять же, я жду ее от Яна Блаховича. И даже если он победит досрочно, в данном случае, с учетом того, что у него коэффициент выше двушки, а по некоторым БК значительно выше двушки, то в любом случае я останусь в плюсе. Ну и, соответственно, вы, если вы последуете моим рекомендациям. Поэтому вот как-то так. Я на самом деле вообще реально упустил из внимания, что Ян Блахович идет андердогом в этом противостоянии. Я садился реально писать подкаст с мыслью, ну сейчас пацанам дам ТБшку, они и так об этом знают. Но, блядь, Ян Блахович андердог. Ну это жир, это, блядь, просто жир. Ну честно, это невозможно мимо этого пройти, откровенно говоря. Просто из-за разных абсолютно факторов. Если это был трехраундовый бой, я бы не поставил на Блаховича. Я бы не стал ставить. В пяти раундовый бой я поставлю и вам рекомендую. Опять же, просто смотрим на вешалку, и дабы не обосраться там, да, в случае чего, там, от каких-нибудь провалов там и прочего, и прочего. Плюс травма же была все-таки у Блаховича. Надо этот момент как бы тоже просмотреть, как он будет двигаться, что к чему и что как будет. Так что не торопимся. Коэффициент в любом случае на Блаховича сильно упасть не должен будет, даже если будет какая-то динамика на понижение. В любом случае будет значительно выше двушки. А на этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. И, конечно же, напоминаю, что если вы с чем-то согласны, не согласны, у вас есть свое мнение, аргументы, welcome в комментарии. Я в окончательном подкасте в конце недели после взвешивания обязательно учту их, отвечу на какие-то вопросы, прокомментирую ваши аргументы. Залетайте в телегу. Всем адекватным в чате, в канале всегда рад, ссылки в описании. Всем пока-пока. Забыл. Я забыл в отчетном подкасте, но не забыл потом сказать в телеге. Но здесь повторю, потому что кто-то смотрит только на ютюбе. Я хотел бы выразить большую благодарность. Спасибо всем ребятам, которые реально отблагодарили после последнего турнира. Понятное дело, что там чисто на бумаге, там не все ставки залетели. Но реально, все-таки номерные турниры, чемпионские бои не привлекают большое внимание. И очень многим было важно услышать мое мнение именно на мейн-ивент. Ну, как, по крайней мере, пишут ребята. И как многие пишут, типа, я вот поставил на ливерию только потому, что вот, как бы, ты сказал, там, спасибо, Мишаня. Кто-то донат кинул просто, кто-то просто поблагодарил. Это же банально, там, за какой-нибудь лайк, комментарий тоже вам спасибо. Хоть я не призываю это делать, я не блогер в классическом понимании этого слова. Мне похую, как бы, да. Я не подстраиваюсь под аудиторию, я говорю так, как я хочу, так, как мне нравится. Если вам нравится, вы смотрите. Но я в любом случае благодарен за любую поддержку, за благодарность, за донат и так далее. Так что забыл просто отблагодарить. Вот, благодарю здесь. Все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.